Друзья, всем привет! Привет! Сегодня выходной, воскресенье, и я хочу провести его максимально, получив удовольствие от осенней погоды, потому что за окном сейчас очень пасмурно и немножечко дождливо. И я хочу поехать в парк, вообще в идеале к Лужникам куда-нибудь или на Воробьёвы горы, чтобы там посидеть, почитать с чашечкой кофе, с чашечкой, со стаканчиком кофе, вот, романтизируя свою жизнь как могу. Я же вам говорила, что я в своей Дарк Академии Эре, но нам с вами нужно выбрать книгу, потому что я пока всё закончила, и мне хочется что-то новенькое. У меня здесь стоит вот такая стопка, я её привезла недавно от родителей, потому что это книги, которые я покупала прошлой зимой, позапрошлой, я думаю, вы помните их, потому что... А, кстати, вот это вот мне подарили, вот эти, да, я покупала, и вот эти покупала. Соответственно, хочется взять что-то небольшое и атмосферное. Вообще, я склоняюсь я как будто бы к девятому дому Ли Бордуга по одной простой причине. Вот как будто бы это guilty pleasure, который я хочу сейчас прочитать. Чтобы вы понимали, параллельно я читаю Библию и одну книгу, поэтому мне бы хотелось что-нибудь лёгенькое, и мне кажется, это самое то. Я на Буктоке видела очень много негатива про эту книгу, и не прочитаешь, не узнаешь, правда это всё, и вообще что думать, потому что, знаете, как бы с Доной Тартт была та же история, было очень много разных полярных отзывов, но вот, в общем, для меня эта книга стала чем-то подходящим. Вот, не знаю. Стивен Кинг, один из лучших романов, прочитанных мною за многие годы. Не знаю, может быть, ему дали денег за это? Это в целом его работы доставлять, да, такие как бы комментарии? Не знаю, поэтому, я думаю, возьму её с собой, и мы с вами поедем в парк наслаждаться осенью. А потом мы с вами поедем есть китайскую еду, потому что я очень хочу китайских пельменей и маппу тофу. И, к счастью, это всё рядом, я не зря выбирала локацию, и будем с вами вкусняшки кушать, так что погнали. Друзья, вы прекрасно знаете, что помимо праздного времяпрепровождения и прогулочек, вкусной еды, вот этого всего, мне ещё нравится себя, конечно же, интеллектуально обогащать, и я стараюсь в том числе на выходных этим заниматься. И мне в этом очень помогает лектория синхронизация. Синхронизация — это крупнейшие лектории, у них на сайте есть огромное множество разных курсов на темы, которые вы только можете себе представить. Если вы хотите изучить что-то про религии, про архитектуру, про искусство, про психологию, про кино, про литературу, вы точно там сможете для себя что-то найти. Я не раз обращалась к курсам синхронизации, чтобы обеспечить себе интеллектуальный досуг, потому что их можно не только активно смотреть, но и поставить себе на фон, когда вы занимаетесь делами по дому, просто чтобы что-то в вашу голову влетало и там оставалось. Такой формат — это отличный способ разнообразить досуг, сделать его более интеллектуальным, если так можно сказать, и не думать, что в воскресенье вы только лежали на диване, вы на самом деле делали полезные и приятные для души вещи. И сейчас у ребят появился новый курс, который рассказывает вам об истории тяжелых времен. Он так и называется — «История тяжелых времен». И в рамках этого курса вы узнаете, вау, о тяжелых временах, об эпохах в истории человечества, которые были очень непростыми, например, падение Римской империи, пандемия чумы или черная смерть, как она распространялась по Европе и миру, и какое сильное влияние она имела на разные страны и города. И, например, Венеция, один из прекраснейших городов мира, очень сильно пострадал от эпидемии чумы. Вы узнаете про смутное время и почему его так называли. Вы узнаете про французскую революцию и поймете смысл самой известной, наверное, картины о французской революции. И вы в это все погрузитесь без лишнего формализма, без лишнего напряжения, в очень комфортной форме. И этот новый курс вам будет доступен по годовой подписке от синхронизации. Я вам не раз говорила, что я очень люблю формат подписок, потому что я раз в году плачу сумму денег и имею доступ к материалам на протяжении всего года. Мне очень это удобно, возвращаться к материалам тогда, когда я хочу делать это в том формате, в котором мне удобно, или что-то, например, переслушивать через время. И, конечно же, с точки зрения финансовой это намного более экономно. Ну и, конечно же, мы с синхронизацией не могли оставить вас без приятностей, так что по моему промокоду PLANETRINA вы получаете скидку 65% на годовую подписку. И она вам обойдется вместо 36 тысяч рублей, вы только представьте, за 12 600. Это очень выгодное, очень классное предложение. И если вы не хотите платить за подписку сейчас, вы можете оплатить ее по частям. Разбить свой платеж, сделать это максимально комфорт с сервисами, долями и сплит. И чувствую себя прекрасно. Если, например, вам не хочется погружаться в тяжелые времена, потому что тяжести достаточно и так в вашей жизни, я вам могу от себя порекомендовать несколько курсов. Например, «О чем молчат картины». Это курс, который рассказывает о великих художниках, почему их считают великими и учит смотреть на классические, скажем так, картины, которые вы можете встретить в музеях в России и по всему миру. Или «Кино глазами режиссеров». Это тоже прекрасный курс, который просто вот по кусочкам раскладывает для вас смысл. Если хотите, какой-то авторский стиль разных режиссеров, которых тоже считают культовыми в нашем современном искусстве. Это только несколько курсов, которые нравятся лично мне. А для себя вы 100% найдете что-то, что соответствует вашим интересам, вашим приоритетам в самообразовании сейчас. Так что обязательно переходите по ссылке, оформляйте подписку, используйте промокод и становитесь более интеллектуальной версией себя. Сейчас будем с вами анбоксить книжечку. Самый приятный момент. Мне ее подарили в декабре прошлого года строки, когда я к ним ходила на мероприятие. И с тех пор она у меня лежала целый год, считайте. Потом платить миллион рублей стоматологу, но зато зубами открыла книгу. Спасибо, Арина. Мозгов у меня очень много всегда было. Так, асмр. Это нам не надо. Слушайте, ну выглядит симпатично. Обложечка белая. Ой, как скрипит. Как приятно, однако. Белая бумага, приятный шрифт. Пока все очень даже неплохо. Берем ее с собой и погружаемся в мир Дарк Академии. Ну все, сезон ботиночек мартинцев начался. Я очень рада. Ну это, конечно, лук. Я не знаю, я так люблю осеннюю пору за то, что можно наслоиться, приодеться как-нибудь посимпатичнее, более-менее стильно. Я всегда очень грущу, когда приходится расставаться с этим периодом, потому что зима – абсолютный ад. Вот это тумачное слоение. А вот когда осень, очень гелятный. Конечно, осенние лужники – это что-то волшебное. Вы посмотрите, вы посмотрите туда, сюда. Просто роскошь, очень красиво. Вид на МГУ. Не знаю, я тут первый раз гуляю, всю жизнь живу в Москве, и первый раз я пришла гулять в лужники. Не знаю, почему так, как-то меня никогда сюда не тянуло. Я сейчас хочу взять кофе, потому что нужно греться. Я даже, видите, на прошлых кадрах была без шарфа, а сейчас решила, что шарф надо расчехлять, и взяла его из машины. Мало ли, вдруг пригодится, пригождается. Вот сейчас возьму кофе, немного почитаю, но, знаете, меня уже прилещают мысли о пельмешках. Приехала она, называется, почитать. На ручке держу чужой альмаматор. Роскошное место. Слушайте, я себя чувствую восторженным ребенком. Вот как приятно открывать очень очевидные, но новые места в городе, в котором ты живешь. Прям вот попадание... Это что, Вермонт? Извините, я продолжаю свой разгон про свою эру погружения в Дарк Академию, поэтому это будет постоянно возвращаться периодически на протяжении всего видео, а то и нескольких. Вот, ну просто роскошно. Я уже пофоткалась сама себе. Я уже забыла, зачем я приехала. Может, ну его, это чтение. Я сейчас заряжусь прекрасной энергией, поем пельмешек, поеду домой. Звучит как фан. Звучит как фан. На улице идет дождь, а я приехала в точку назначения. Дамплингс. Дзяоцзе. Сейчас пойдем с вами хомячить. Дзяоцзе. И чувствовать себя в Китае, потому что там абсолютно китайский вайб. 10 из 10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, а здесь я как бы одна ела, две порции, это многовато. Но я практически все съела. И почувствовала себя в Китае, потому что, вы знаете, вот этот маленький ресторанчик, это... Не поймите меня неправильно, но это, грубо говоря, бичевня такая вот. Такой вот забегаловка вот очень... Но она настолько китайская, потому что, когда я была в Китае оба раза, не оба, в последней, в отпуске, я ела в таких, потому что там едят обычные китайские люди, там ты получаешь обычную китайскую еду, если ты хочешь ее попробовать. Я сейчас поеду домой, но у нас с вами сегодня гастрономический влог. Я хочу заехать за чем-то сладким. Я очень хочу выпечки. Я просто грезила с утра о булочке какой-нибудь. Просто вот... Ах, я не могу, очень хочу булочку. И поскольку я на, господи, на Мичуринском, я хочу заехать в Адваре, где продают невероятные круассаны. Но я надеюсь, что помимо круассанов там что-то другое будет. Потому что мне хочется кардамоновую булочку, какую-нибудь, что-нибудь шоколадное, что-нибудь такое. Вот, поэтому план такой. Едем туда, берем с собой, едем домой смотреть, что правильно, сумерки. Сумерки. Я посмотрела первые три часа, у меня осталось еще две. Я не могу себе отказать в этом удовольствии. Мы едем с вами смотреть сумерки. Ну что, друзья, кто-нибудь видит у меня в руках булку, круассан, кофе? Нет, потому что я подъехала, лил сильный дождь, я забыла свой зонт на работе. И я просто понимаю, что смысла особо мне нет идти туда, потому что идти минуты четыре от парковки намокнуть ради куассана, если он будет. Плохая идея. Было принято стратегическое решение ехать домой и зайти в какой-нибудь магазин по пути. Пока я ехала, я передумала, потому что я вспомнила, что у меня дома полным-полно всяких сладких штук. Сейчас я вам даже покажу, что они действительно у меня есть. Их много. Например, у меня есть целая вот такая коробка конфет. Слушайте, а сладких штук нет? Феерия, я все съела, походу. Ладно, подождите, другой шкаф надо проверить. Точно где-то что-то было, оно не могло быть все съедено. Я так много сладкого не ем, чтобы сразу это съесть. Я не успокуюсь. Так, у меня есть пачка тублерона. Ну как пачка, половина пачки. У меня есть... Сомнительно, но окей. Были найдены некоторые азиатские сладости, но все закончилось. Ну, значит, мы с вами будем расчехлять коробку Феррера Роше. Потому что быть взрослым человеком тем и приятно, что твоя жизнь, праздник может быть в любой день. Не как в детстве, блин, Феррера, на праздник. А теперь я вот хочу и буду, как говорится. Поэтому, видимо, самое время открыть коробочечку конфет. И я хочу сделать какой-нибудь кофе. Вообще, идеальная ситуация была бы та, в которой у меня был бы сейчас в руке флет-вайт. Но флет-вайта нет. Поэтому надо будет самой что-нибудь смастерить. Очень лень. Но что поделать. Экономия. Все. Хорош тратить деньги. Все. Значит так, друзья. Берем кружку. Извините, я ем сладости уже. В идеале, конечно, какую-то стальную емкость. Типа как вот молочник, в котором делают бариста. Но у меня такого пока нет. Давайте мы берем. Наливаем молоко. Самое обычное, самое простое. Не для бариста никакое. Я наливаю не очень много, потому что я люблю кофе кофейный более, чем молочный. Поэтому для меня лучший вариант это флет-вайт. Или американо с молоком. У меня есть еще вот такие вот приколюшечки. Вот такие вот. Но это опционально. Сейчас мне не хочется сладкого, потому что я и так планирую хамячь конфеты. Как вы понимаете, я уже начала. Поэтому мы берем просто молоко. Если оно с сахаром, мне кажется, оно взбивается получше. Ну, это было очень много. Да, это было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такое вот обилие цветов может говорить только об одном. Был какой-то праздник, и этот праздник, мой день рождения, он был уже неделю назад, мне исполнилось 26. У меня даже была идея снимать видео 26 уроков к 26 годам, но я не набрала 26, поэтому набираем уроки дальше. Может быть, к 30 наберется какой-то приличный списочек, и можно будет чем-то с вами поделиться. У меня сегодня, смотрите, какой аутфит. Если вы догадаетесь, чем он вдохновлен, вы будете молодцами. На самом деле, очень легко догадаться, потому что, по-моему, прошлое видео закончилось на том, что я досматриваю сумерки. Это кожа вампира была. Я сегодня иду вечером на керамический мастер-класс с просмотром сумерек первой части. Вы спросите, немного ли сумерек в моей жизни, пересматривать по второму кругу за одну и ту же осень, это как будто бы крамола. Я вам скажу, нет, это добавляет мне какой-то эмоциональной стабильности, поэтому я могу себе это позволить. 26-летняя женщина, которая знает, чего хочет. Хочет лепить тарелку, делать на ней надпись «Bella, where have you been locked?» и смотреть сумерки, и пить чай при этом. В общем, какая-то глобальная сумерификация. 15 лет прошло с начала саги, а мы все так же живем в этой иллюзии, что за нами прибежит либо Джейкоб, либо приедет на своем белом Вольво Эдвард, и нас куда-нибудь украдут волшебный мир. Но мне, в принципе, хватает своей жизни с приключениями и волшебностями, поэтому, пожалуйста, можно без таких приколов. Так что с вами идем лепить, пускай это будет самым прикольным приколом за ближайшее время. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Слушайте, я зашла вокруг света, там дикая тусовка, я поняла, что морально я не готова в этом шуме сидеть. Я пришла в Мак, ни о чем не жалею. Я в Маке не была не знаю сколько. Радостно в душе, пипец. Друзья, доброе утро. Я спала до полдвенадцатого. Я ни о чем не жалею. Хотя вечером, наверное, начну жалеть, когда не смогу нормально уснуть к двенадцати ночи. Сегодня нас ждет с вами активный план. Нам надо сейчас с вами собраться за десять минут, выбежать взять какой-то сэндвич и поехать на спа. Это был подарочек мне на день рождения. И я хочу его сегодня использовать, потому что впереди меня ждет большой проект на работе. И оставлять до конца этого проекта я не хочу, а перед зарядиться было бы неплохо. Поэтому поедем с вами на спа три с половиной часа. Друзья, три с половиной часа. Это же просто пипец кайф. Потом надо будет день больше тем бевкусное покушаться. И приехать домой и также лежать и отдыхать. Это я понимаю восстановление. Лук сегодняшнего дня, конечно, абсолютно роскошственный. Абсолютно на расслабоне. Но мы же едем с вами расслабляться. Поэтому погнали. Я вам честно скажу, я пока разобралась, куда идти. Я чуть с ума не сошла. Хотя я когда-то приезжала к папе в Сити, когда он еще тут работал. Такое ощущение, что первый раз вообще. Я бы в лифтах потерялась. О, господи. Пойдем четвертый этаж. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Вот этот угол стола, абсолютная псевдоэстетика, это букет от моей руководительницы, вообще прекрасный, чудесный букет, очень красивый, стоит у меня с дня рождения, и надо его, кстати, сейчас полить. Это я себя сейчас порадовала, потому что почему бы нет, и я хочу с вами анбоксить эту книжечку, анпекить, так сказать, открыть и полистать, потому что я немножечко подрастроилась, что там, судя по всему, туалетного образа бумага, извините, но я вот что-то такое люблю. Я понимаю, что экология, все дела, ребят, но проблема в том, что если я бы могла что-то одна сделать для экологии, это было бы чудесно, но пока фабрики и тяжелая промышленность не начнет чем-то заниматься, как бы мои старания вне покупания книжек с хорошей белой бумагой, они как бы особо ничем не помогут. А вы вообще заметили, кстати, что книжных покупок-то практически и нет? Ну, как бы... А нет, были, кстати, я просто забыла их снять. Но это меньше, чем раньше. Книжные прочитанные больше, чем покупки, это хороший признак. В общем, я увидела предзаказ этой книги, мне скинула подруга такая, типа, смотри, и я просто кликнула и предзаказала. Ну, то есть, у меня это работает обычно так, если видишь какую-то книгу по специальности интересную, связанную с регионом, который мне не безразличен, Азия, Китай, Юго-Восточная Азия, если быть конкретнее, я не знаю, какие-нибудь такие вот истории, я сразу беру. Вот, и я очень заинтригована, потому что, во-первых, книга западного автора. Я искренне убеждена, что нужно искать золотую середину между западным подходом к осмыслению новых витков какого-то развития в Азии и азиатской попыткой объяснить все свои действия и обелить их иногда. То есть, условно говоря, читая китайские книги, ты легко можешь напороться на достаточно сильную партийную пропаганду, поэтому очень прикольно брать еще какие-то источники, например, от российских исследователей, от зарубежных исследователей и пытаться вывести какую-то вот, знаете, к какому-то общему знаменателю это прекрасное уравнение привести. С днем брекетов, с днем зубов, с днем миллиона тысяч сотен рублей на починку, но кто я такая? I'm just a girl. Открываем зубами. Как открыть-то? Я не привыкла открывать ничего ножиком и ножницами. Я всегда это делала вот так вот, варварски абсолютно, потому что я считаю, есть в этом какой-то шарм, когда книги приносят вам, знаете, развитие личности и переход ее к какому-то неварварскому обличию. Открывать эту книгу варварски – это какое-то, знаете, это не кощунство, а наоборот особое удовольствие. Поэтому я, как трехлетний ребенок, который, ну или как собака, не знаю, выбирайте, что вам больше нравится, который грызет все и вся, я вот привыкла открывать книги так. Можете меня осудить, но я не перестану это делать. Что происходит? Почему соседи в 9 вечера в воскресенье начали двигать что-то? Перестановка в 9 вечера в воскресенье? Может, что там происходит? Я сейчас пойду ругаться. Ребят, мне теперь 26. Посмотрим, что это за книга. А сейчас я хочу почитать Абдул-Арзаку Гурну, потому что что-то меня прям книга эта зацепила. Мне еще очень нравится, что внутри буквально у вас есть обложка, закладка. То есть вы ее вырываете из этой штучки на первой странице, вот, и у вас получается закладка. Я считаю, что это гениально. Качество книги, во-первых, здесь soft touch, во-вторых, белая бумага, в-третьих, хорошее качество печати, в-четвертых, пока что нормальная редактура. Пока что я не видела лишних запятых, лишних пробелов, лишних каких-то знаков припинания, еще чего-то, хотя во многих книгах это присутствует. Так что буду вечер-воскресенье проводить этой прекрасной книги и настраиваться на рабочий лад. А вот там, кстати, стопочка книг лежит прекрасная. Это то, что я планирую прочитать, кроме Нижний Красный про Китай. И вот еще здесь Бердяев. Господи, вернусь в свои университетские годы, почитаю-ка Бердяева. Вот, так что у меня очень амбициозные планы. Итак, друзья, новый день. Этот влог становится все хаотичнее, но я хочу вам похвастаться кое-чем и завершить этот влог, потому что он неприлично затянулся. Итак, мы с вами почти две недели в нем живем. У меня день рождения закончился, а подарочки продолжаются. Подруга мне моя подарила целый набор классных классностей уходовых для дома, для души, для тела. И я сейчас буду с вами вместе все тестить, потому что я люблю эту фирму, и я очень этому рада. И я не знаю, я люблю анпакинги подарков, поскольку в этом году у меня подарки были более нематериальные, но не менее от этого классные, немножко сложно это сделать. А вот сейчас есть физические подарки, которые можно открыть, и это радостно. Первый лот. Ой, ой, боже ж ты мой. Значит, это гильда души. Ну, слушайте, я человек, который обнюхал всего Зелинска. Звучит странно. Обнюхал практически весь ассортимент, и я даже, мне кажется, иногда по надписям могу понять, что это за аромат. И я действительно очень люблю эту фирму. Мне очень нравится, что они делают. О, мама май. Лесной, свежий, немножечко мужской аромат. Едем дальше у нас здесь. Hand soap. Пахучие штучки для рук, вот эти вот, как они называются, мыло для рук, это огонь. О, какая прелесть. Rosemary and lemon. 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 Lemon, извините. Lemon. Лимон, короче. Розмарин, лимон. Я вообще люблю розмарин во всех его проявлениях. Это вот тот самый натуральный аромат, который мне очень близок и нравится. Как в пищевой промышленности, я сама добавляю розмарин почти ко всему. У меня розмарин лежит в холодильнике, сухой. Уже, правда, мертвый, даже сухой, но все равно. Крем для рук. Я не буду его открывать пока что, потому что я хочу закончить другой крем для рук. Но black pepper, ветивер, нероли, эмбер. Это один из моих самых любимых ароматов у них. У меня есть такие духи. У меня есть даже миниатюрка этих духов, которые раньше кочевала между сумками. Это такой, знаете, тяжелый, вкусный, терпкий, зимний аромат, сладкий, роскошиственный. Для меня Зелинский вот про этот аромат, поэтому это прям мэч. Это прям попадание в самое сердце. Мои хорошие. Боже, как я это все люблю. Body Scrub. А что сегодня с произношением? Кто-нибудь мне объяснит? Body Scrub. Scrub для тела. Розмарин, лимон. Так, ну это как мыло. Сейчас я хочу понюхать. Очень свежий, очень красивый. Хотела я сказать вам, понюхайте. Слушайте, пара, социальные отношения наши с вами вышли на новый уровень. Теперь не только вам интересно, как моя жизнь выглядит, но и мне хочется вам дать понюхать кремушек из крабушек. Очень вкусный, ненавязчивый, легкий аромат. Свечка. У меня никогда не было свечки от Зелински Эндрозен. Black Pepper Vity, верни роли Эмбер. Моя хорошая. Ну что ты со мной делаешь? Я открою, ладно? Я открою. Я хотела сохранить. Я люблю очень вот это вот, знаете, бабка Скряга, которая такая, ну это мы на после, после 28-го года оставим. Вот это мы, значит, блокноты купили 15 лет назад. Еще 15 поживут. Ой-ой-ой. Ну вот тут я не могу не открыть, потому что... Ну, потому что я не могу не открыть. Так. Ой-ой-ой, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Есть какой-то шаг в том, чтобы зажигать свечи спичками. Мне очень нравится эта вся история. Конечно, это опасновато, может быть, но мне очень нравится эта тема. О, боже мой, боже мой. Боже, боже. Анбоксинг. Какая она вкусная. Посмотрите, какая красота в целом. Какое оформление. Анечка, спасибо тебе за подарок, если ты досмотрела до этого момента. Спасибо. Я рада. У меня вообще радостного души вообще какая радость, какая прелесть. Я на этом моменте замечательном, оптимистичном, чудесном буду с вами прощаться, потому что я не знаю, что еще сюда в этот влог уместить. Это иначе будет просто сюрреализм, без контекста, без связки, без логики. Как бы я ни пыталась сделать что-то приличное. Я очень рада, что вы остаетесь со мной, что вы досмотрели это видео до конца. И если вы хотите видеть меня чаще, приходите ко мне в запрещенную социальную сеть с картинками. И приходите ко мне в Телеграм. В Телеграме я пишу даже какие-то умные интеллектуальные посты. Иногда такое тоже случается. И там обозреваю иногда книги. Я очень вас люблю. Я очень рада, что вы у меня есть. И я желаю вам хорошего дня, хорошей недели, если вдруг это видео вышло в будние дни. Пускай у вас все будет классно. А мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующих видео. Пока-пока.